Павшие, но не покоренные, они возвращаются домой. Бок о бок. Хотя в кровавом 41-м Фёдор Коровин и Алексей Титаев уходили на фронт из разных концов края и вряд ли были знакомы. Вместе с останками Фёдора ещё три солдата, правда неизвестных. Разделить их, говорят поисковики, было невозможно. Похоронить их также вместе теперь предстоит племяннику бойца. Из ближайших родственников остался только он. Рядом со своим братом будет лежать. Будем ходить, ухаживать. Следить за этим, помнить всегда этих парней, что с ним рядом, друзья они были, а может и земляки. В руках участницы экспедиции Галины – подарок судьбы. Иначе этот идеально читаемый медальон не назовёшь. Благодаря ему и нашёлся Фёдор Коровин. Теперь доподлинно известно – солдат воевал в сформированной на Алтае дивизии 312-й стрелковой. Погиб в Смоленской области при битве за Москву. Ему было всего 19 лет. Солдаты подняты и обретут покой. Самое главное, что покой на родной земле. Они не будут зарастать травой, не будут зарастать осенником, не будут лежать в поле. В пекле московской битвы сложил голову и другой солдат. Как установили поисковики, курсант Алексей Титаев призывался из Барнаула в 1941-м. И погиб в тот же год при выходе из Вяземского котла. Таких подробностей не знали даже родственники Алексея. Родная сестра, провожавшая брата на фронт, не смогла прийти. Не тот возраст. Встречали героя те, кто никогда его не видел. Ждать-то ждали. Мама ждала сколько. До самой смерти она его ждала. Ну не дождалась. Потом бабушка ждала. Ну дождалась. Извините, я не буду уже говорить. Хорошо. Экспедиция отряда состоялась при поддержке депутата Госдумы от Алтайского края Александра Прокопьева. Поблагодарив поисковиков, депутат отметил день, когда неизвестных солдат не останется все ближе. В Алтайской книге памяти уже минус два. Пусть даже счеты с войной они покончили спустя почти 75 лет. Катерина Гаськова и Андрей Печеркин. Наши новости.